Редакцию газеты «Эльмед Таннары» встретили в Нижнем Абдулова музыкой и песнями. Сельчане читают газету, и знакомые им имена теперь обрели лица. На волнительную встречу пришла и заведующая музеем истории села Йохова имени Халиулы Ахмедшина Мадина Газизова. Почти сельчане подписываем эту газету, но кто там работает, чем они занимаются. Мы как-то посмотрели, смотрим газету, читаем, но когда с людьми сблизи общаешься, это совсем другое. Гостям из Альмедевска читатели рассказали о своей жизни и музейных экспонатах. Экспозиция развернулась в семи залах, где представлены природно-археологические находки, предметы этнографии. Кроме того, в музее можно увидеть предметы быта и творчества жителей деревни. Роза Самикаева встречу с журналистами ждала не меньше других сельчан и поделилась своим хобби. «Для души, для себя. Надо чем-то время убивать, зимой особенно. Вот начала вязать я, и до этого вязала. Внучка приезжает, сразу переодевается, и все им нравится. Вот это меня как бы дает вот это делать. Жительницы села продемонстрировали салфетки и полотенца, вышитые своими руками. Сотрудникам редакции также показали коллекцию деревянной посуды. Не забыли рассказать сельчане и о гордости деревни Луковых полях. Значит, главным бизнесом был это лук. Выращивали лук. Наши учащиеся и народ очень старательный был. Местные жители вспоминают, что в прошлом им удавалось выращивать по несколько тонн лука. Сейчас объем урожая снизился в несколько раз. Это связано с тем, что молодые люди меньше заинтересованы в сохранении лукового бренда села. А старшие поколения традиции поддерживают. Бабушки, конечно, у нас до сих пор выращивают лук. Они выходят на остановку, по две сумочки хватают большие, садятся в автобус, с утра уезжают и вечерним автобусом приезжают. Также продают пока. Кроме прикладного творчества и сельского хозяйства, читатели и сотрудники редакции обсудили и простые житейские темы. Вопросы подняли, как идет воспитание молодежи на сегодняшний день, как обстоят дела сельчан, как им трудно ли. Правда, как рассказал главный редактор газеты «Элеметтонары» Равказ Шагеев, сельчане не привыкли жаловаться. Сельчане этого села такие очень дружные, такие вот самообразные у них вот свои, и свои законы там, по своим законам живут они. Именно вот отношения друг к другу, отношения труду, отношения учебе другим людям, гостям, очень гостеприимные они. Подробнее своими впечатлениями журналисты поделились в статье об этой поездке в одном из последних номеров издания. Елена Бауэр, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.